Приветствую вас на канале RedCat. В этом видео я вам расскажу про игру Mad City. Точнее, это будет следующее видео про эту прикольную игру. И в этой части я вам расскажу, как вы сможете выбраться из тюрьмы. Я вам покажу целых 10 способов. Все эти способы вы не видели, я думаю, еще ни у одного ютюбера. Ну а сейчас мы начинаем с того, что должны искать предметы в разных коробках, мусорных баках и так далее. Для того, чтобы скрафтить там какие-то определенные вещи для побега. Более того, ребята, в этом видео я вам еще покажу очень прикольный момент скуки боя. Ну а также покажу очень прикольный способ для фарма, который я сам открыл, который я сам нашел и о котором вы еще нигде, я думаю, тоже не могли узнать. Ну что ж, ребят, я продолжаю, так сказать, исследовать, что находится в разных сундуках, бочках и так далее. Также обращайте внимание на вот такие вот мусорные баки. В них могут находиться какие-то ценные предметы. Сейчас, видите, я нашел одну отмычку и две ложки. Давайте я вам покажу способ номер один, который очень популярный для побега. Это ложка. Выберете обычную ложку, которая у вас есть в интере, подходите к заборчику и просто копаете землю для того, чтобы пролезть под этим забором. Ну а пока вы копаете земельку под этим забором, не забудьте подписаться на мой инстаграм. Там очень много разных прикольных фотографий, в том числе и со мной. Ну а также, ребята, там проходит иногда розыгрыш робуксов. Кстати, один из таких розыгрышей уже закончится буквально 2 февраля, так что у вас есть еще время успеть в нем поучаствовать. Ну что ж, я получил ранг номер 9, собственно, вызвал свой вертолет и все, я уже на воле. Давайте посмотрим второй способ, как можно убежать из тюрьмы. Он, в принципе, мой самый любимый способ, потому что он очень простой. Веревка довольно-таки часто попадается, вы просто ставите там, где крестик, и все. Вы выбираетесь наружу, прыгаете, здесь уже вызываете свой вертолет и летите по своим делам. Кроме того, ребята, кстати, есть еще один прикольный метод, что вы можете сделать, но об этом тоже чуть-чуть позже. Способ номер 3, ребята, это вы делаете динамит. Да, вам нужно соединить пластик с черным порохом, и тогда вы получите взрывчатку. Этот способ довольно-таки сложный, я бы сказал, один из самых сложных, потому что именно эти вещи попадаются крайне редко. Что пластик, что порох, он попадается довольно-таки нечасто. Если все-таки вы сможете это сделать, то бегите к вот этой вот стене. Я думаю, что вы уже заметили, что там была надпись, если бы вы проходите мимо. Подходите, устанавливаете взрывчатку и отходите. Все, ребята, ваша взрывчатка готова и сейчас все рванет. Отлично! Этот способ мы тоже с вами освоили, и давайте переходим к следующему, четвертому способу для побега. Собираем опять разные предметы, и на этот раз я буду использовать отмычку. Да, просто отмычку. Для того, чтобы ее использовать, вам нужно найти определенную дверь, на которой вы сможете использовать эту отмычку. Кстати, обратите внимание, что только что я подошел к одному из, скажем так, сундучков к деревянному ящику, и он был пуст, потому что до меня там уже парень все забрал. Поэтому, если такая ситуация происходит, вам необходимо немножко постоять, подождать и, соответственно, там обновиться содержимое этого сундука, и вы сможете что-то там взять. Так, я наблюдаю за вот этим вот странным копом, и не знаю, что тут бегает, прыгает, мне кажется, он не опасен. И сейчас подходим к этой двери. Видите, мы ее можем открыть с помощью нашей отмычки. Что я, собственно, и делаю. Все, дверь открыта. Идем, идем, идем. И спускаемся вниз. Все. Теперь нужно немножко поползать. Ползем, 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 ползем. Так, отлично, отлично. Все, дальше и дальше. И вот уже лестница. Просто встаем, поднимаемся, сверху будет еще один люк с помощью клавиши И английской. Его открываем, и мы опять на свободе. 100 хп мы получили нашего опыта, и давайте перейдем к способу номер 5. Для этого вам понадобится камень. Видите, я нашел камень. Ну, а также вам понадобится дерево. Давайте искать дерево. Все, ребята, мы нашли дерево, и теперь мы скрафтили из камня и дерева молоток. Точнее, наверное, кувалда. Я думаю, что многие из вас помнят игру про заключенных, да? Там как раз был один из способов именно побега таким способом. Тюремная жизнь называлась игра. И вот там вот вы с помощью кувалды, правда, унитаз находился непосредственно в вашей камере, где вы спите. Здесь же он находится в общественном туалете. Ну что ж, через канализацию. Фу, 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 как тут все воняет. Мы сейчас будем выбираться наружу. Отлично. Ползем по этому туннелю. Ну, а кто пока не подписался, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео про ваши любимые игры. Так. Все, ребята, мы опять выбираемся наружу. И теперь мне понадобится лодка. Нажимаем на мобилке. Выбираем нашу лодочку. Так. Прыгаем в нее. И можем ехать. Погнали! Отлично, ребята. Мы уплыли далеко на лодке. Кстати, ребята, я пробовал на воде вызывать вертолет, машину. Они просто тонут. Ничего не происходит. Так. Способ номер шесть. Тоже очень простой. Вы можете, опять же таки, воспользоваться веревкой только уже в столовой. Здесь есть вот такая вот шахта. И через нее вы можете очень легко по веревочке пройти. Здесь будет еще один небольшой квестик. Вам нужно аккуратненько пробежаться по этой веревке. И все. Можете прыгать за территорию тюрьмы. И вы опять на свободе. Где мои 100 хп? Все. Получил свои 100 хп. И что? Давайте смотреть. Номер семь. Что это будет за способ? Так. Смотрите. Тут какой-то кипиш происходит. Я не знаю, что там между собой не поделили. Ребята стреляют во всю. Ну, а я пока пытаюсь получить нужный мне, скажем так, инструмент. Я соединил клейкую ленту и металл и получил нож. Эй, 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 ты что там делаешь? Ты что стреляешь в девушку? На тебя. Ох, ты ж нехороший. Ага, ты пытался меня пострелять. На тебе. Вот так вот, ребята, с помощью ножика вы можете убить полицейского, и очень часто из него выпадает карточка. С этой карточкой вы можете просто выйти из любых дверей. Ну, что ж, спас заключенного от расправы. Это негодяй полицейский попался. Видите, он безоружного стрелял заключенного или заключенную, чтобы не обратить внимание. А сейчас я вам покажу, как еще можно получить карточку, если у вас есть ваш друг в игре. Вы подходите все так же, как в джейлбрейке, к нему, и пытаетесь достать из его кармана карточку. Попалась дубинка, ладно. Так, что-то вообще ничего не попалось. Давайте у него попробуем взять. Да, смотрите, под номером 6 у меня есть карточка, и сейчас с помощью этой карты я могу спокойно выбежать из тюрьмы. Я вам рекомендую использовать любые двери, которые ведут на башенке. Вот эти справа, видите? Потому что там у вас нет риска, что вы встретите какого-то полицейского, и он вас убьет. Подбегаете к любой вот такой вот двери, поднимаетесь наверх, и все, вы уже считаете на свободе. Та-дам! Готово! Девятый способ. Это просто, если у вас есть друг, который прилетит на большом вертолете и вас заберет на базу бандитов, где вы сможете получить свое оружие и, собственно, заняться какими-то плохими делами. Номер 10. Последний в моем хит-параде. Это тоже способ, который придумал я. Вот таким способом вы можете перепрыгнуть через ограду, если есть какой-то ваш друг, который просто постоит рядышком, и вы воспользуетесь моментом. Ну что ж, ребята, 10 способов я вам показал. Сейчас хочу вам тоже еще показать очень прикольный момент, как можно фармить. Смотрите, для этого вам нужна карточка, либо же просто вы можете зайти за кем-то из полицейских, убить его. Любым способом. Вы можете ножиком, как я показывал, вы можете голыми руками, если он там смотрит по сторонам. Ну а потом просто берете оружие и стоите здесь. Здесь РС полицейских, они постоянно здесь появляются, безоружные, и вы спокойно этим пользуетесь. За каждого убитого полицейского вы получаете по 25 хп. Это очень даже неплохо. Буквально там за 10 секунд, 15, вы получаете 100 хп. Это довольно быстро получается, это даже быстрее, чем вы бы просто постоянно убегали из тюрьмы, потом перезаходили в игру, опять убегали из тюрьмы. Смотрите, какой активненький, Лололошка, хотел убежать. Не-не-не, от Реда никто не убежит сегодня. Вот таким вот способом, ребята, я стоял и просто фармил свои уровни. Смотрите, как быстренько и весело поднимается мой ранг. Кому понравился этот способ, ребят, не забудьте поставить лайк, ну и, конечно же, сделайте подписку, потому что, я думаю, еще очень много разных секретов про эту игру вы узнаете на моем канале. Смотрите, у меня уже 13 ранг. Супер, скоро уже 15 будет. То есть вы просто стоите и стреляете во все, что попадается. Стоять! Никто от меня не убежит! Вау, 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 ребята, я только сейчас увидел, что это был Куки. Смотрите, Куки Бой, бедняга. Я его три раза убил, даже не заметил. Мне стало очень неловко, потому что я никак не хотел в него стрелять. Куки Бой зашел на тот же сервер, на котором мы играли, и я его случайно убил. Очень посмешил меня этот момент, но сейчас я вам расскажу про еще один прикольный момент, который я обнаружил в этой игре. Итак, ребята, какой же интересный лайфхак я вам расскажу. Дело в том, что я нашел интересную вещь. Если вы выбираетесь из тюрьмы, вы можете просто сделать ресет. Зачем это делать? Для того, чтобы моментально попасть на базу бандитов. Оказывается, если вы делаете ресет, вы автоматически попадаете именно туда, а не в тюрьму. Соответственно, вы, конечно, можете вот так вот попасть, такое тоже бывает. Но если вам немножко повезет больше, чем мне, то вы нормально здесь попадете, сможете быстренько пойти взять оружие и, собственно, отправиться на дело. Так сказать, и вам не нужно долго и нутно ехать от тюрьмы либо же лететь на вертолете. Ставим лайк, ребята, если вам понравился этот способ. Ну, а сейчас я вам напоследок еще расскажу о кодике, которые есть в этой игре. Раньше я бегал по твиттерам, искал сам коды, но сейчас я разленился, поэтому просто захожу в свой дискорд, захожу в закладку коды и копирую новые кодики. Спасибо моим кодовикам, которые ведут этот чатик. Ну что ж, ребята, давайте сейчас введем код, посмотрим, что за него дадут. Я его уже скопировал. Нажимаем меню, наш телефончик, коды и сюда вводим. Вот такой вот код, и он дает нам BlackHackSkin. Прикольно. Ну что ж, ребят, на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы не забыли поставить лайк и обязательно вернетесь в следующее видео на канале RedCat. Всем пока!